Всем доброе утро. А я сегодня забыла камеру дома. Оставила её на Андрея. Андрей остался дома, потому что ему нужно там все дела поделать, а я еду на пары. Так что сегодня хоть музычку целое утро буду слушать, потому что у меня куча музыки новой. Я скачала кучу разных сборников, и всё никак не переслушиваю, потому что мы с Андреем то смотрим что-то, то что-то вроде как послушаем, но в основном мы ничего утром не делаем, не слушаем. А сейчас буду слушать музыку. Вот такие вот дела. Иду, сейчас как раз приеду, не опоздав на пар, представляете? И такое бывает. Приеду и не опоздаю, а приеду раньше, потому что я вышла раньше, чем надо. Вот, да, такое тоже происходит. Всем привет, ребята. Ира уехала по делишкам, так камера за моцами. Ну как по делишкам. Это я остался по делишкам, Ира поехала на учёбу. Я уже поубирал дома, тут всё по делу, подметал. Прям как Ира, когда остаётся. Почти. Но Ира, конечно, больше успевает. Вот, поэтому я уже тут приготовил себе покушать. Сейчас покушаю, и дальше пойду поливать двор. Так что такие вот дела. Как я и говорила, я пришла раньше, и здесь так жарко. Я просто вся мокрая. Вот. Просто капец какой-то. Всё красное, мокрое. Ужас. И блин, тут реально жара. Открыты окна. Я оставила открытые двери для того, чтобы проветривалось немножко. Но что-то оно ничего не помогает. И, короче, не знаю, о чём мне делать. Очень жарко. Хочется умереть. Блин, это же реально. Сейчас будет период, когда всё время такая жара. А на пару-то всё равно нужно ходить. Прямо там. Капец. Просто какой-то сидеть в этих кабинетах, где реально жарко. Если мы зимой жаловались на то, что нам очень холодно, то сейчас я жалуюсь на то, что очень жарко. Но прохладно только в аудиториях, которые в подвальной части находятся. Ребят, наконец-то я пришла домой, взяла свою камеру. И хочу вас поблагодарить, потому что сегодня у меня долгожданное с самого утра 700 подписчик. Он буквально 3 секунды назад добавился. Вот, смотрите. У меня 700 подписчиков. Вот. Спасибо вам огромное за то, что вы меня смотрите, за то, что вы ставите лайки, пишите комментарии. Я все-все комментарии читаю, отвечаю на них. И это безумно приятно то, что наконец-то я так долго ждала, когда у меня будет 700 подписчиков. И наконец-то я перешла эту границу. Всем привет. У меня 700 подписчиков. Да, я знаю. Ура. Ребята, поздравляйте каждый раз таксисту. Моя зайка, ты моя такая рыбочка. Еще я тебе лайки ставлю. Да? Да. И смотришь мои видео? Да. Давай обниматься. Блин, мы очень счастливы. Спасибо, ребята. Мы с Андреем очень благодарны, то, что вы нас смотрите, да? Да. А я там Андрея смотрела еще. Да? Да. И полайкала нему. Круто. Давай, Сема. Я хочу набрать ему 800 подписчиков. Да? А мне сколько еще? Паук. Давай покажем, ребята. Какой паук. Смотрите. Адруша сегодня убирал и недоубирал паука. У меня сегодня я пришла домой. У меня дома такая. Хозяйка, мой муж. Все, пыль протер. Я уже знаете, сколько времени не протирала подоконник. Он везде пыль протер. Все поубирал чистенько. Кира уже трошки подурела. Надо убрать. Быстренько. Ой. Вот так вот. Шестерочку перегладил. Все вообще. Чистота. Везде порядок. Я картошечку начистил. Мясо положил. Он у меня был сегодня. Молодец. Сейчас буду кушать. Потому что очень голодная. Очень мечтала. Ребята, друзья. А не иди все это время. Пока было ночью. Что за их? Андрею присоедините в секрете. Написайте в комментарии. Можете ему вот это, как его там, подалки присылать. Не, не, зайка. У него еще день рождения не скоро. Это ж ты ему носишь подарки уже сейчас. Несу. Я думаю, что ребята его поздравят уже тогда, когда у него будет день рождения. У Андрея день рождения 21 мая. Да? Да, я об этом и говорю. 21 мая. И надо, чтобы вы представляли рисуночки, нарисовали, и сфоткали, и Андрею прислали. Это было очень хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас будет красный волк. За эту родинку. Не трогай мою родинку. Давай, Тём. Он меня отвлекает, а я иду писать резюме на английском языке. Я показываю, как можно прыгнуть. Ребята, всем привет. Мы едем. Мы едем. Опять. Заставляет. Заставляет. Я тут пишу курсовую роботу, уже нервничаю во все. Потому что представляю, как это потом... Это все то, что я сейчас пишу. Выучить, защитить, защитить это, чтобы все написать. Мне так стрёмно. Капец. Просто я нервничаю. Он издевается. Я только чуть-чуть не уничтожилась. Моя двух с половиной часовая работа, которую я писала. То есть я написала уже почти первый раздел до конца. Только четвертый пункт не могу найти полностью. И, блин, не знаю, что делать. Наверное, я у преподавателя буду задавать вопрос. Попрошу его помочь, потому что реально ничего не могу найти. Вот. Бордюрчики. Я же в прошлый раз навернулась на бордюрчики. Теперь боюсь их. Короче. Что я хотела сказать? Хотела сказать, что мы поехали с Андреем кататься по городу. И по городу, блин, вообще ничего не качается. Потому что здесь нет напряжения. Здесь в основном нормальная дорога. Едем уже, возвращаемся домой. Потому что без двадцати десять. А еще нужно смонтировать блок. Закончить хотя бы четвертый пункт. Или уже сегодня не буду заканчивать. Я и так сегодня молодец. Написала три пункта. И четвертый начал писать. О, господи. Что? А нам это самое. Там, на ту сторону переходить. Зачем, если у нас эта сторона все время? На этом мы можете съедим. Может, на ту сторону. Не, нам не на ту. Это. Так вот. Да, вот, я молодец, потому что я и так написала. За два с половиной часа еще все это, конечно, редактировать надо. Но я думаю, что мне кажется. Я думаю, мне кажется. Я надеюсь на то, что мне получится за выходные написать всю курсовую работу. И уже в понедельник я принесу и сдам на проверку ее. И буду только ее учить. Стремненько. Я боюсь бордюртика, потому что в прошлый раз я уже на бордюре упала. Это было очень эпично. Я вот так типа съехала, а на второй большой не запрыгнула, ударилась на скорости передним колесом. И получается вот это вот колесо упорлось, а вот эту вот раму вот так типа повернула на бок. Я боком упала на бронху и, короче, великом привалила мне ногу. У меня там такие желтые синяки. Там дома покажем, да? И вот именно поэтому надо сейчас тебе будет учиться прыгать на велосипеде. Вот так. Так я умею. Держи. О, господи, подождите. Смотри. Ну так. Так прыгай на бровках. Не могу. Почему? Боюсь. Кого? Бровку. Что она здесь делает? Займашина. Я вижу. Займашина. Так, ну что, я уже приехала домой. Помылась. Посушила голову. Сделала нам ужин. И сейчас буду в кроватке ужинать. Потому что очень устала прям вообще. Смотрите, какой салатик вкусный. Вот такой вот салатик. Здесь у меня листья салата. Семечки кунжута, помидорка, огурчик и лучок. Вот. Правда, он не разделённый. Но ничего страшного. Даже так вкуснее. Совсем приятного аппетита. Так, ну что, я буду монтировать влоги и ложиться спадки. Капец, как я устала. Уже аж закружилась в голове. Резко устала с кровати. Капец. Фу. Потемнело в глазах. Кошмар. Это же надо такое. Ох, это старость, понимаете. Она вот приходит так неожиданно просто. Да, Оскар? Я тебя тоже люблю. Блин, думала сегодня пожарить драники. Ещё раз тебя подсвою. И пожарить ещё обеточки. Но так этого и не сделала. Потому что занималась этим. Потом поехала кататься. Когда уже приехали не до этого. Потому что приехали уже здесь с чем-то. Так что, да. Такая вредно и не сделала. В общем, ладно. Всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И я вас люблю очень-очень. Всем спокойной ночи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok